Представляете, да, я просто посетитель, я могу зайти на какой-то сайт, где каждый человек может зарегистрироваться и, например, что-то писать, какие-то картинки загружать, что-то такое. Какие у нас сущности будут? Пользователь. Наверное, да, пользователь. Так. Автор блога. Это сущность разве? Может быть, администратор. А это не пользователь? Администратор. Ага. Но у него другие. Может быть, от этого трипуда. Какие атрибуты будут у пользователя? Администратор. А, посетители администратора. Чем-то доступ будет. Четчик такого. Может, сначала с простых с нами, с самых начать? Имя. Ну да. E-mail. 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 Самое главное, что забыли. E-mail. 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 E-mail, да. Это не E-mail, да. Что еще? Пароль. E-mail. Логин. Крайний логин. Ну, правда, логин можно использовать как e-mail, да. Что-то кто там поговорил про админа? Я. Да? Роль. Да. Админ. Например, сам блогер какой-нибудь. Или просто посетитель. Спроса посетитель, да. Что еще? Ну, комментарии, блогин есть. Что это к сущности? Это к сущности или к антрибудам относится? К комментарии? Ну, давайте дальше. Так, ну, пользователям и нашу определили дальше, что какие-то сущности есть. Может быть, раздел с сайта. Ну, вообще-то про блог говорим, да, наверное. Блог и будет с сущностью, да? А, тема. Нет, тема что-то такое. Ну, вот то, что мы пишем. Запись какая-то, да. Как мы назовем нас? Сама запись. Это наш другая сущность или это уже, что в другой получается? Сущность. Да, запись. Мы назовем рекорд. Так, а какие у них будут атрибуты? Генна. А сущность, контент, тема. Тема. Назовем тайтл. Дальше. Содержение. Сам текст, да? Сам текст. Дальше. Дата создания. Дата создания. Еще. Представляете, на сайт заходите, просто кому-то блог почитать. Рейтинг какой-нибудь. Можно ли, да? Комментарии к этому. Комментарии я бы не согласился. А кто написал этот блог? Кто записал эту запись? Автор. Автор. Автор это кто? Блогер. И как они будут связаны? По ID. Да, то есть вот этот вот автор ID, да? Это будет то же самое, что и вот этот вот ID. Таким образом мы знаем, что тот ID автора, который здесь, будет лежать здесь. Таким образом мы можем, например, по... Да, мы ведь зайдем в нашу рекорд, да? Как мы возьмем имя того, кто написал? Да, нам мы же не будем здесь хранить имя пользователя, потому что она у нас есть. У нас просто есть ссылка. Поэтому вот так вот автор ID даже назовем. Так. А у самой записи тоже ID должен быть? Да, верно. А где всегда с самого начала идет. Так. Видео какое-нибудь. В блогу могут быть картинки, видео. Картинки. А их много может быть? Ну да. Как мы это будем делать? Один. Картинка 1, картинка 2? Нет. Отдельная сущность. Отдельная сущность, да. Файл. Это всем понятно? Ты как хотел приложить? Картинка 1? Нет, отдельная. А, отдельная сущность, да? Приложение. Имелис. У пользователя картинка может быть. Да? Абатарка. Верно? Наши картинки какие будут? Абатарки тоже будут. Не обязательно. У нашего пользователя всего лишь одна картинка. А здесь много. Какие у нас будут атрибуты? Разные. А, расширение там надо, да. Нет. Почему? ID. Ну, ID не обязательно. Здесь не обязательно ID. Почему формат не подходит? Размер может быть у картинки? Нет. А почему не подходит? А сама картинка-то где? Как узнать? Ну, ее... Адрес. Откуда мы ее брать? Адрес картинки. Либо URL, либо URI. Да? URL понятно, что такое? Дальше что? Нет. Зачем? Мы ее можем загрузить и уже на программном уровне узнать картинку. Вес картинки. Нам C-Sharp это спокойно сможет позволить. Ну и что? У нас просто список картинок с каким-то адресом. А, ID. Альбом ты про рекорд говоришь или как? Нет. Типа, я по акции альбом. Классификация с вами картинки. Типа, демократически. Ну, предположим, у нас просто на каком-то файлообменнике лежат наши картинки. А, просто? Да. Фотки висят. Да, фотки висят и все. Наши фотки как относятся к нашему рекорду? Она вставлена. Через ссылку. Ну, понятно. Ну, вот у меня есть картинка. Да? Ну, по этой картинке. Ну, ID чего? Кайди лоб. Рекорд ID. Каждая картинка, по этой лоб. Понятно, да? То есть у нас тут может быть там Google.com, там images, да, тот-то-то. Рекорд ID 1. Сносит сюда. Потом точно так же другая ссылка, рекорд ID 1. Таким образом мы будем знать, что у нашего блога две картинки. Это понятно? Угу. Дальше какие сущности будут? Видео уже. Не, видео можно в текст засунуть. Без проблем. Мне понравилось то, что написано, я хочу откомментировать. Так, какие атрибуты? Да. Да. А где юзер ID? Да. А где юзер ID? Юзер ID, да? А комментарий в ID нужен свой? Да. Так. А куда я этот комментарий написал? Да. Рекорд ID. Вспоминайте, а как у вас комментарий выглядит, когда вы пишете? Вы можете ответить на какой-то комментарий? Да. Да. Как это мы будем делать? Через комминс ID. Да. То есть комминс ID. А демьюс? Демьюс сущность? Рекурсия знаете, что такое? Да. Все в курсе, что такое рекурсия? Да. Я не очень поняла, что такое. Сама себя. Когда в функциях, когда, например, функция вызывает сама себя. До тех пор, пока, например, какое-то условие не встретится. У меня на мой комментарий может быть ответ на комментарий, а тот комментарий может быть тоже ответ в комментарии есть. Комминс ID? Верно, комминс ID. Только это не комминс ID. У нас есть верхний комминс, а кто у нас будет родителем, а то тот комментарии на который вы отвечаете это будет метаре родители а комментарий которые вы написали в ответ это будет комментарий кто наследие да поэтому на здесь что мы пишем комментарий новый у нас родители никакого нет а у нас здесь что-то будет нол допускать значение но согласно а я написал комментарий да теперь я на него отвечаю да вот этот парад получается на что пара тайги которые есть коммент понятно то есть у нас в этом комментариях паран будет нау допустим допустим аналога найди у него один паран тайги паран тайги это есть айди тут есть какие вопросы миши будет первый комментарий существовать ну давайте тогда представим как вас будет убить наш к таблице до комикс правильно да айди что автор айди до рекорд айди и пара тоже с этим нет вопросов да мы же должны знать кто напишет написал наш комментарий мы должны знать какому какой записи относится нас к наш комментарий а вот теперь давайте вот мы спишем новый комментарий у него будет айди один до написал автор как с каким-то идеи например 102 написал 5 записи а здесь будет нал да я увидел от комментарий я зашел у меня вызвало какие-то до более эмоции я захотел ему ответить я-то отвечаю на и комментарий один это вот так вот будет выглядеть да да я отвечаю немножко смещать справа поэтому мы естественно будет вопроса другой лишних и у меня например там 503 какой-нибудь да опять же рекорд ади 5 потому что мы находимся вот в этом трекаде а вот парам дайте будет уже один то есть вот этот комментарий то вот этот естественно если кто-то на мой отвечает вот таким вот образом да а можно идти вот так вот понятно да то есть у этого будет три неважно что 5 по это уже будет парам дайте два это вот этот комментарий потому что отвечает тут на этот вот это за главный а чем мы можем дальше пойти а еще ответить на него да там будет 4 опять один а можно многое написать ни о коммуне надо не адресованы здесь будет надо как нормально все у нас простая база данных для был готов можно еще потренироваться чуть тренируемся давайте посложнее вариант что такое отношение один к одному помните давайте с простого один ко многим вот комментарий у одного пользователя много комментариев у одного и одной записи много комментариев это отношение один ко многим один к одному как но сейчас посмотрим давайте один комментарий значит всего лишь один комментарий могу написать ну ладно давайте однако пример пишем систему для бизнеса до системы задач какой-нибудь да у нас может человек поставить задачу другого человека да все могу зайти в браузер написать нажать плюсик создастся такое окошечко да я все что миша будет исполнить эту задачу до пишу описание говорит что нужно сделать я ее создаю я ее инициатор да и еще я могу всех вас добавить эту задачу как обозревателя вы можете все зайти в эту задачу если вы добавлены в нее и посмотреть что в ней происходит также вы можете там прокомментировать вложить файлы файлы например вот понятно давайте тогда какие нас сущности будет опять пользуетесь да ну я думаю здесь уже можно опустить потому что требует понятно да дальше какая сущность будет я что же такой же поиск как и ты а вот то что мы создаем я ставлю задачу пошла к атрибуту ли сущность сущность стараться почему это отдельный объект все положим а даже если не все какая разница а давайте сделаем так что еще сделаем ограничение кто может создавать задачи да давайте то есть какие сущность у нас будет пользователь это понятно да все пользуются с тем которые пользуются дальше пошли задача да какие у меня будут атрибуты начнем садить да да потом и он креет ради кто-то как рейд ради маг нашем примере это кто я я ее создал поэтому креет ради буду я да дальше кто какие-то буду ты и будешь делать исполнить и исполнить и до перформера и тебя в этом случае кто будет миша так ну давайте закончим писанию за за я задачей за текст например title на это можно опустить так а вот теперь те кто могут ее посмотреть как мы это будем делать пусть тогда какой атрибут давайте думать вспоминаем отношения один к одному подойдет здесь нет один ко многим все многое так один ко многим один одна задача я один человек могу обозревать много задач да а тогда как сделать что одна задача может иметь много обозревателей один ко многим уже тоже не подходит вот мы при приходим к тому что называется ноги ко многим это когда у нас есть задача есть пользователь да у нас один пользователь один может быть добавлен много задач виде обозревателя да то есть у нас один пользователь ну давайте нарисуем он может быть добавим в эту задачу в эту задачу эту задачу один када вродеبة да А теперь у одной задачи сколько может быть обозревателей? Много обозревателей. Он может быть вот так вот, да? Вот к этому пользователю, вот к этому там пользователю. Теперь понятно, что-то ко многим ко многим? А один к одному можно еще раз приобретать? Да, можно. На самом деле это отношение один к одному не очень часто используется. Но предположим, что у тебя, ты как пользователь, у нашего профиля еще есть настройки, да? Назовемо профайл. Профиль, какие могут быть атрибуты? У него тоже. У профиля. Какие атрибуты у профиля? Цвет системы. Да. Язык. Да? И что? Ссылка на этот профиль. Ссылка на этот профиль. Можно найти, можно ее подменить, да? Линк. Ты понимаешь, что мы, когда с твоим профилем работаем, с твоим пользователем, вроде бы это все можно сюда занести как атрибуты. Верно? Это же тоже атрибуты пользователя. Но мы с этим очень редко работаем. Когда, например, мы просматриваем твой профиль, нам на твои настройки совершенно без разницы, какой у тебя язык стоит. Чтобы нам не нагружать базу лишний раз, мы можем вынести эти настройки в отдельную таблицу. Ведь у нас у одного пользователя может быть много, что? Или одни настройки. У одного пользователя одни настройки. Вот и получается это один к одному. Ну, если в том случае вот это вот таск-ид, это был совершенно отдельный айди, да? То в этом случае вот это вот айди является тем же же самым айди. Это называется один к одному отношение. Ну ладно. Про один к одному, поняли? Ну они очень часто, очень редко используются. Поэтому, в принципе, вот эти вещи можно было сюда засунуть. Самые-самые используемые это один ко многим. И на втором месте это многие как ни ко многим. Так, ну так как мы решим нашу проблему с обозревателями? Многие ко многим. Варианты? Через доступ может. Через какой доступ? Можно сущность создать еще. Какую? Право доступа. Клости. Нет, ну да. Кто-нибудь что, как думает? Через атрибуты. Можем делать там обзервер 1, обзервер 2. Нет. Тогда нарушится наша нормальная форма. Ну ты правильно что-то говорить. Или кто-то из-за просущности. Ну сейчас сдать гостей. Да? Просто таск. Ну да, комнату, таск обзервер. Пошли. И что? В нем комната. И тут у нас какие будут атрибуты? Количество. А нет, количество не было. Таск ID. Таск ID. И? И юзер ID. Все просто. Просто? Ну это называется связующая таблица. Единственный способ реализовать отношения многие ко многим, это через связующую таблицу. Нет, с этим нет проблем? Все поняли? Так, давайте, у нас еще есть файлы. В одной задаче, может быть, каждый может выложить файлы. Ну это тоже смешно. Да, файл. Так, какие атрибуты? Ну тоже какой-то пусто, наверное. Ну тоже дата, наверное. Upload date, например, да, дата загрузки этого файла. Например, имя этого файла. Да? Хотя мы можем его взять из ссылки. И? 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 Таск ID. Здесь, естественно, ID. Что такое первичный ключ, напомните мне? Таск и первичный ключ, это что будет? ID. А ей? Да? Он отображается как прайм-реки. Пикей, да? А вторичный ключ? Крейм-реки, да? Эфки, а еще? Ифон-реки. С этим есть вопросы? Ну это связь, в общем-то. Это связь. Мы таким образом, у каждой таблицы должен быть прайм-реки, кроме связующих, тут они не обязательно нужны. Все окажется в нормальной сущности, должен быть своей ID, уникальной. Помните, что прайм-реки должен не изменяться часто? А лучше вообще не изменяться. Да, лучше вообще не изменяться, он должен быть уникальный. Вот. А чтобы нам реализовать связь вот этого атрибута с нашим пользователем, она осуществляется через как раз форинги. Понятно? Все, давайте тогда теперь создавать. Вот мы написали наш код, да? Запрос назовем. Так как SQL это query, переводится как запрос. Нам теперь его надо выполнить. У нас два варианта выполнить нашу команду. Первый, нажать F5. F5 выполняет наш запрос. Второй вариант, нажать вот эту кнопочку выполнить. Мне достаточно только нажать выполнить. Все, видите, выполнение команд успешно завершено. Где теперь наша база данных? Чтобы нам ее увидеть, нам нужно... А всем видно, что здесь происходит? У меня ошибка какая-то. А что пишет? О, мы так не ощущаем. К серверу подключиться? Потому что ты гость, наверное. Серьез не хочет. Ладно, давайте тогда сейчас на перемене это сделаем. Что уж на кликацию. Сейчас нормально видно? Да. То есть первый вариант, поняли. Мы пишем Create Database и даем ей имя. Нажимаем выполнить. Да. И все. Второй. Мы нажимаем правой кнопкой мыши создать базу данных. Просто здесь вводим имя нашей базы данных, которую мы хотим. И нажимаем окей. Вот про это пока не беспокоить. Что это такое? Нас это практически никак не касается. Но это владелец, это кто пользователь, кто создает эту базу данных, кто и будет пользоваться. По умолчанию это тот человек, который ее создал. Да, ну опять же, вспоминаем предыдущее занятие. Занятие прошлое. Там SQL чем он очень хорош? То, что он очень гибкий в настройке и в раздаче прав. То есть если мы захотим какому-то другому пользователю, мы это можем сделать. Ну и просто нам достаточно нажать окей. Я сейчас этого не буду делать. Не вижу своей базы данных. Что нужно сделать? Просто право сейчас кнопкой мыши и обновить. Все, вот она появилась. Форум. Да, можем раскрыть. У нас тут какие-то папочки даже появились. Вот таблицы. Но тут пусто. Пока ничего нет. То есть теперь нам, естественно, нужно начать создавать таблицы. Да? Давайте тогда еще один момент. Мы создали нашу базу данных. Мы ее можем захотеть удалить. Верно? А удалить можно базу данных как? Через какую команду? Delete или еще какую? Drop. Drop. Data. Больше я сейчас этого не буду делать. Я опять же пишу ее. Видите, у меня же даже подсказка вылезла. Форум. Мне достаточно. Единственный момент. Сейчас у вас, если вы нажмете выполнить, у вас выполнится и это, и это, и даст вам ошибку. Потому что даст вам ошибку, что это уже база данных создана. Поэтому если я в одном файле написал две разные команды и хочу, чтобы у меня выполнилась только одна команда, мне нужно выделить ее и уже нажать выполнить. Это первый момент, как я могу удалить свою базу данных. Через текст удаление не рекомендую на самом деле. Каким образом? Правой кнопкой мыши удалить. Вот у меня вышло окно. И единственное, нужно нажать закрыть существующие соединения. Потому что иногда к нашей базе данных уже кто-то может быть подключен, и тогда нам удалить ее не удастся. Нам сперва нужно закрыть все существующие соединения. Что такое существующие соединения? Когда мы, например, уже на C-шарпе будем писать нашу программу и подключаться к нашей базе данных, между нашей программой и базой данных будет становиться соединение. Поэтому нам эти соединения сначала нужно оборвать, прежде чем удалить. Ну и нажать ОК, и все, и база данных удалится. Дальше. Теперь нам нужно создать таблицу. Да, с какой таблицы начнем? С юзеров, да? В принципе, синтаксис точно такой же. Create table. Даем ей название. Например, user. Или users. Давайте пользователи. Да? И уже наполнение нашей таблицы идет вот в таких вот скобочках. Все сделали? Круглое. Круглое. Единственное, чтобы писать было удобно, я просто перенесу это на другие. Да, и вот мы теперь начинаем заполнять наши атрибуты. С какого мы начинаем атрибута? ID. ID. ID и указываем тип данных нашего атрибута. Ставим запятую. Новые. Можно это все строчку писать. Я просто делаю с новой строки, чтобы удобно читалось. Это мы сейчас к этому вернемся. Да, мы сейчас к этому вернемся. Покажу обычную структуру, а потом уже начнем ее расширять. ID. Дальше что у нас? Name. Так. Давайте с имейла. Да? Email. Varchar. И нужно указать длину. Потому что если я сейчас просто оставлю Varchar, то он у меня создастся с единицей. Да? И вот здесь вот так же мне нужно указать, какое максимальное количество символов я допускаю. Да, давайте, например, предположим, что наш имейл не будет содержать больше и больше 50 символов. Дальше. Какой атрибут? Name. Да, давайте, например, First Name. Какой тип данных? Varchar. Сейчас вам один момент расскажу. Varchar какой-то. Так же 50, да, сделаем, например. Varchar. Смотрите, есть два типа данных. Varchar и Nvarchar. В чем разница? Кто-нибудь знает, что такое Unicode? Вообще слышали, что такое? Да, Unicode это... Как это расширение, что ли? В общем, Unicode поддерживает все существующие языки. Если мы просто Varchar, то, по-моему, это будет ETF8. Кодировка. Давайте загуглим. То есть, если мы оставим Varchar, в большинстве случаев по-русски, по-моему, даже не будет работать. Там будут то ли знаки вопроса, то ли еще что-то. Попробуйте на каком-то тоже таком, знаете, не слишком распространенном языке писать. Точно так же будут знаки вопроса. А вот если мы ставим Nvarchar, это мы, значит, говорим нашей базе данных, что нужно использовать кодировку Unicode. И это значит, что все языки наши будут поддерживаться. Что такое Unicode? Википедию сейчас откроем. Стандарт кодирования символов. В нашем Varchar, по сути, каждая буква – это символ. Все, что мы пишем, является и состоит из символов. Стандарт кодирования, позволяющий представить знаки почти всех письменных языков. Поэтому, если мы подразумеваем, что наш атрибут будет иметь текст каких-то языков, не английских, то тогда мы ставим Nvarchar. Если мы имеем дело с имейлом, имейлы все же на английском пишутся, поэтому мы можем ставить просто Varchar. То же самое с чаром. Помните, что такое чар? Это фиксированный. Там точно так же. Мы либо ставим либо чар, если мы знаем, что только английский будет, либо Nvarchar. Это просто значит, что в нашем атрибуте будут еще и какие-то другие символы не английские. Ну, если вы кину, почитайте. Пошли дальше. Да, например, last name. Точно так же Nvarchar. И, может быть, у нашего Польша еще будет номер телефона для двухфакторной аутентификации. Верно? Мы, когда я заходим иногда в какие-то сервисы, он еще нам отправляет смс-ку. Да, для подтверждения с кодом. Например, номер телефона, да? Какой тип данных будет? Чар. Да, давайте посчитаем. У нас, в принципе, мы для российской аудитории пишем, да? Сколько у нас символов номер телефона? Без пробелов. Без пробелов, просто. Сейчас неважно. 11-12. Давайте 12. Тут 11-12 разница не имеет. Поиск будет быстрее, если мы используем Nvarchar. Да, то есть N. Подождите, зачем нам Nvarchar? У нас же только символы будут, да? Инты? Нет. Плюс 7? Какие инты? Нет. Да, если мы такой номер пишем. На 16, да? Ну да, без разницы. Сейчас это не имеет значения. Просто чар, да, и поставим 16. В смысле, не тот тип данных. Ну вот, допустим, int. Где мы пишем int? Ну, к примеру. Так, если мы поставили int, опишем varchar, пытаемся, да? Конечно, удаст ошибку. Что у нас еще было пульсить? Вроде бы все, да? Ну да, пароль, да? Пассворд. Видите, он теперь синенький, потому что это встроенная команда, да? Нам это нужно обернуть в квадратные скобки. Пассворд. Точно так же, например, сделаем varchar. Ну, предположим, 100 символов, да? На наш пароль. Вот мы, в принципе, создали нашу табличку. Но на данный момент я ее не буду сейчас заполнять, так как мы еще очень много еще не сделали. Во-первых, помните атрибут not null, да? Который позволяет нам либо установить на какой-то атрибут значение null, либо мы можем сказать, что здесь должно быть обязательно значение, да? Верно? ID. Может быть null, null. Нет. Поэтому пишем not null. То можно просто в это значение вставить, ничего не вставлять, ничего не записывать. Поле обязательное заполнение. И поэтому, если ты попытаешься сделать какой-то, выполнить команду записи в эту таблицу и там оставишь null в этом значении, то он тебя просто оборвет твое выполнение скрипта и все. Дальше. E-mail обязательно для заполнения. Да? Опять же пишем not null. Тут точно так же. А давайте предположим, что last name в принципе не обязательно. Нам самое главное знать им пользователя, да? Здесь мы так и оставляем. Номер телефона обязательный? А может быть не обязательно. Давайте оставим. А пароль? А пароль? Так, вот уже у нас уже что-то начинает получаться. Второй момент. Если вы уже начали познакомиться с заданчиками, которые я вам дал по первому модулю, да? Там у каждой новой записи должен был появляться новый идентификатор. Да? Мы первую запись добавили, в нее один. Мы вторую. Какая у нас была проблема? Мы сами должны были придумывать этот идтишник. С базой данных это не всегда удобно. Мы первую запись добавили, у нас идти стал один. Вторую запись добавили, у нас идти должен быть два. Каким образом мы это будем делать? Мы же не можем постоянно отслеживать, сколько у нас записей. Какая по счету записи? Можем так делать. Но в SQL есть встроенная функция. Давайте сейчас пока not null уберем. Который называется identity. Что значит identity? Это значит, что данное поле нам уже вводить не надо. И оно само будет автоинкрементироваться. Что такое автоинкремент понятно? Сам себя будет увеличивать на единицу. То есть если мы оставим просто вот так вот identity, это значит первая запись, которую мы создадим, будет с id1. Вторая запись сама уже автоматически подключится. Второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Второй момент. В этот identity можно указать, откуда мы начинаем, с какого id-шника. Да, может быть мы создали только что форум и как-то некрасиво первого пользователя создавать. Понятно, что только что создались. Можем сказать, что начинаем с тысячного. То есть мы отчет уже начинаем с тысячи. И увеличиваем на каждую единицу. Можем сделать так, на каждую две единицы. То есть первый пользователь у нас будет тысячный. А второй какой? Тысяча второй. Дальше тысяча четвертый. Ну и понятно, да? Но вообще это можно не ставить, потому что нормально. Это один, два, три, четыре, пять. То есть чтобы вы знали, если вы хотите начать откуда-то, например, не с одного, то пишем с какого числа вы хотите начать. Если вы хотите увеличивать не на один, то пишем один, два, да? Первый будет один. Третий, пятый, понятно. Но обычно это можно убрать, потому что по практике только адентисти хватает, чтобы он сам решал, что делать. Дальше. Что бы там начиналось с нулей? Говорю, пять, нуля и один. С нуля? Не, пять, нуля и один. Там 0, 0, 1. Вот, можно смотреть. Ну да, Эдшинт. Хотя, да можно, наверное. Только, наверное, не минус один все-таки лучше. Честно, так ни разу не делал, что 0,001. Правда. Можно будет попробовать и посмотреть, что будет. Дальше. Мы разговаривали с вами про прайм-реки. Да? Да? Это самый главный ключ нашей таблицы. Единственное, он должен быть как-то помечен. В данный момент у нас прайм-реки что? ID. Но это у нас просто атрибут. Да? Нам его нужно пометить как уникальный ключ. Как прайм-реки. Как первичный. Для этого есть у нас опять же такая, такой синтаксис, который называется, так и называется, prime. Мари-реки. Вот так вот. То есть теперь мы говорим, что наш атрибут, он является типом данных int. Он является главным ключом, да, первичным ключом нашей таблицы. Именно через этот ключ будут осуществляться все остальные связи в нашей базе данных, которые относятся к этой таблице. И что он начинается с одного и увеличивается на каждую, на одну единицу при каждой новой записи. А местами нельзя поменять, например, prime-реки или... Можно. Можно. Все, хорошо. Что, я удалил? То есть без разницы как-то? Без разницы. И тут обратите внимание, тут запятые не нужны. Запятая нужна только после первого, как мы закончили наш атрибут. Как только мы приходим к следующему, тогда уже запятая. Тут чисто вот такая, такой текст идет. Так. Это первый вариант написания нашего prime-реки. Но здесь можно запутаться, в принципе, тут уже видите, сколько мы все наградили. Да? Можно вот этот prime-реки вынести и написать через запятую. Вот так вот. И в скобочках указать ID. То есть так, например, читаемость. Даже можно пробел. Тут у нас чисто идет заполнение наших атрибутов. А уже после этого мы называем, даем им такие ограничители, можно сказать. Называется constraints. Constraints, да. Как переводится, как ограничители. Все вот эти вещи называются ограничителями. Дальше, что мы можем делать? Смотрите, такой момент. Наш пользователь может быть... Наши пользователи... Два разных пользователя могут иметь один и тот же email? Нет. Нет. А один и тот же номер телефона могут иметь? Нет. Нет? Поэтому в SQL сервере есть такая вещь, в SQL, как unique. Да? Мы можем пометить наш атрибут как уникальный. Вот таким образом. Что теперь значит? Теперь, если кто-то попытается ввести новую запись в нашу таблицу, и в нашей таблице уже существует такая же запись, из-за этого ограничитель unique нам просто выдадут ошибку и скажут, что такая запись уже существует. На identity, на id нам уже не нужно ставить unique, потому что мы поставили primary key. primary key, он уже по умолчанию unique. Он уже по умолчанию... Видите, я еще убрал у него not null, потому что primary key по умолчанию not null. То есть все вот эти вещи, они уже содержатся в primary key. Единственный момент, что primary key могут быть составными, то есть можно написать, что primary key id, email. Но это используется нечасто, поэтому пока давайте не будем об этом думать. Один primary key на одну таблицу. Вот так вот. В принципе, я сам даже редко очень встречал, когда были составные ключи. То есть одна таблица в 99% случаев, один primary key. Точно так же можно убрать unique отсюда, чтобы не градить. Слишком много записей, да? И опять же вот сюда вынести unique. И здесь в скобочках уже написать те поля, которые у нас объявляются уникальными. Email, запятая... Да, и телефон. Суть мы немножко соптимизируем наш код для лучшей читаемости. Так, про not null я рассказал. Про unique... Где? После unique. После скобочек. Вот здесь? Да. Если ты собираешься дальше что-то писать, то да, запятая нужна. Если ты ничего больше не собираешь, то необязательно. Так, и последний момент. Давайте... Давайте предположим, введем пару новых свойств, да, на одно новое свойство, которое помечает, актуальный наш пользователь или нет. Да, ведь наш пользователь может сказать, я больше не хочу здесь ничего писать, пожалуйста, удалейте мой профиль. Но у нас есть два пути. Мы можем вообще удалить профиль, но как мы... Если у него уже есть записи, нам тогда придется записи удалять. Верно? Так как пользователей уже не существует, кто у них автор? Как бы, да? Мы можем просто нашего пользователя пометить как неактуальный, неактивный, да? Давайте новое введем. Назовем его is. Active. Да? Какой теперь здесь будет тип данных? Ball. А по-другому? Bit. В C-Sharp и в программе... Программирование это bull, true либо false. Здесь в языке программы в SQL это bit. То же самое, один либо ноль, true либо false. Bit. Опять же он not null. Да? И теперь у нас по умолчанию булевые, а не какие? False, да? То есть теперь получается, если мы заносим нашего нового пользователя, какой он будет создаваться? Неактивного. А мы хотим, чтобы он был активный. Скобочка в том, скобочка в том, что... Нет, у нас есть такая команда, которая называется default. Понятно, что такое default? Да, да. То есть default 1. Мы теперь говорим, что каждый пользователь, которого мы создаем, и если мы вручную прям не прописываем, что он у нас неактивный, если при создании мы этого поля не указываем, то по умолчанию всегда будет один. Да? То же самое можно сделать. Например, у нас писать могут только... А здесь обязательно нам писать, если он по умолчанию одиннадцатый? Не обязательно. Извиняюсь. Вот. И, например... Да то же самое с нашей машиной. Помните пример? Да? Это к поиске не относится, но я просто пример показываю. Да? Количество колес. Это у нас int. Да? Default 4. То есть мы теперь говорим, что каждый машин, который... Каждая запись, которая заносится в нашу базу данных, по умолчанию будет иметь четыре колеса. Если только мы... Колеса, если мы только не укажем это иначе. Вот не помню, можно default прописывать так вот? Default... Из... Из... Не помню, по-моему, так нельзя делать. Из... 1... Нет, нельзя так делать. То есть default нужно указывать вот здесь. Да? То есть вот мы, в принципе, практически накидали нашу уже правильную таблицу. Единственный еще момент, самый последний, это проверки. Мы на нашу таблицу можем положить разные проверки. То есть, грубо говоря, email. Например, наш first name должен содержать минимум два символа, да? Да, ну что это за человек с одним символом? Верно? То есть мы можем сделать как? check. Либо, например... Нет, это symptom. First name. Не равен пустому значению, например. То есть теперь, если мы... Вот это пустое значение, оно и значение, оно и не null. Верно? То есть это совершенно разная вещь. Это просто пустая запись. И если у нас пытаются внести пустую запись, у нас, благодаря этому ограничению, check, сработает ограничение, и не даст нам ввести запись. Да, тогда not null можно убрать. Стоп, а not null и вот это, не одно и то же? Первым not null у нас проверяет. Вот это что такое? Это null? Нет. Это уже какая-то запись, она занимает один байт. Все, понятно. А not null, вернее, null... Если он два пробела нажмет. Тем не менее, это вот так вот, да? Да, это же запись. Да, тогда он ее пропустит. Какая-то сраная проверка. Но чеками, честно, тоже здесь не пользуемся. У нас есть проверка на сервере, это называется, да? То есть у нас C-Sharp будет предоставлять намного более гибкие варианты для валидации наших данных, которые мы отправляем на сервер. И вот там мы уже можем сделать все, что угодно. Мы можем количество проверить, мы можем проверить, что в нашем e-mail есть знак собака и точка, да, чтобы убедиться, что это e-mail. То есть вот эти, в принципе, чеки, они здесь не нужны. Я чисто показываю, чтобы вы знали, что такое и такие вещи существуют, но я сам ими, например, не пользуюсь. Вот. И вот у нас получилась наша табличка. Теперь, чтобы мы ее добавили в нашу базу данных, нам этот код нужно просто выполнить. Если я сейчас нашу выполнить, у меня еще эта команда выполнится, верно, да? В SQL есть комментарии. Точно так же, как и в любом другом по языке программирования. Все. Это комментарии. Не как в C-Sharp, да? Немножко по-другому. Вот так вот. Как надо? Два минуса. Два минуса. Нет, вот так вот, смотри. Раз, раз. Два минуса. Первый вариант. Еще второй вариант. Коль, смотри. Я выделяю то, что я хочу закомментировать и нажимаю вот сюда. Закомментировать выделенные строки. Я нажимаю, и он меня сам комментирует то, что я выделил. Можно удалить. А вдруг он мне потом понадобится? Мы потом будем писать такие большие скрипты, и нам иногда некоторые куски кода будут нужны. И мы просто будем комментировать и раскомментировать. Теперь нам достаточно нажать выполнить. Все, выполнение команды. Успешно завершено. Я нажимаю обновить таблицы. Что я сделаю? Я же не указал базу данных. Да, один момент вам сказал. В какой мы сейчас базе данных-то работаем, верно? Непонятно. Но у меня сейчас, по-моему, вообще сюда создался. Видите, здесь мастер написано. Это показывает текущую базу данных, в которой я работаю. А мы-то не в мастере работаем. Сейчас подожди. Системная база данных. Мастер. Таблица. Вот она. Ладно. Удалить я ее сюда удалю. И сейчас смотрите, что можно сделать. Первый момент. Мы, когда нажимаем новый запрос, запрос у нас по умолчанию мастер. Да. Мы можем написать use forum. И это значит, что он сначала использует мастер. На начале команды использует мастер. И потом мы ему говорим принудительно, используй forum. И тогда он уже автоматически переключается в другую базу данных. Это первый вариант. Второй вариант. Мы можем ее удалить. и в этом поле выбрать ту базу данных, в которой мы работаем. Forum. Теперь все команды, которые мы исполняем, уже будут принадлежать нашей базе данных forum. Да. Мы нажимаем выполнить. Нажимаю обновить. Таблица. И вот она у нас появилась. Это первый вариант создания базы данных. База данных. Таблица. Второй момент. Второй вариант. Помните? Правой кнопкой мыши. Правой кнопкой мыши. Таблица. Это ускоренный вариант. И более такой приятный для работы. Но как писать нужно обязательно. Вот это прям обязательно. Нужно знать. Второй вариант. Какая у нас таблица была дальше? Какая у нас была? Запись. Запись, да? Какие у нее были? ID. Да? Тут чисто имя столбца ID, тип данных, int. Он на регистр реагирует тоже, как? Кто? Заглавный. Кто этого не делал? Esquere. Esquere сервера. Заглавный, заглавный. По-моему, нет, не реагирует. Извиняюсь. Нет, не реагирует. Без разницы. Но все равно лучше придерживаться конвенции, что все таблицы называются с большой буквы. Мы дали ID. ID у нас что это такое? Уникальный. Уникальный ключ. Как мы теперь его здесь пометим? Нажимаем правой кнопки и... А как мы... Вот, задача первичный ключ. Видите? Я нажимаю задать первичный ключ и у нас здесь появился такой ключ шелтенький. Это теперь значит, что наш ID является праймарики. Давайте дальше заполнять. Что у нас было дальше? Так, а здесь у нас создать удалить первичный ключ. Можно это сделать? Да, здесь можно это сделать, только я не помню, если честно. Сейчас проверим. Свойства. Вот, по-моему, здесь где-то. Все по-русски. Индексируемый там что-то было. Где, где, где? Вот. А, индексируемый, да. По-моему, это значит, что он же по умолчанию ID. А если он брать ликейт, то значит, может, это входит в ID? Нет, не обязательно. Давайте посмотрим, где... Ну, мы сейчас посмотрим, по умолчанию... По-моему, он по умолчанию ID является, ладно. Что у нас дальше было? Е-мейл. 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 Е-мейл чего? Что делать? А, дай-мейл. А, дай-мейл. А, дай-мейл. Мы сейчас уже переключились в форум самбу, в саму запись. Тайтл. Тайтл. Какой тип данных? Нварчар. Нварчар. Сколько? Триста. Триста. Я думаю, для тайтла хватит, да? И, ну, разрешаем? Нет. Убираем эту галочку. Дальше, что у нас было? Description, да? Какие проблемы, Коль? А, это через новую таблицу или через эту тоже самое? Я просто нажал на таблицу, есть такое? Правой кнопкой таблица. А, спасибо. Вот, у меня появилось такое окошко. Угу. Вот. Нал, опять же, мы не разрешаем. Тут, как он настиг данных? Нварчар. Нварчар. Триста. У меня тут целый блок, и у меня тут целая запись идет. Давай помогу, Коль. В чем проблема? Вроде это, как мы нашел, и там уже заполнены. Давай я посмотрю. И что-то немножко, это, убрился, пока ты, как ты, после этого. Забудется. Решили. 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 Тебе нужно фулсор здесь поставить. Решили. 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 сидишь потом правой кнопкой здесь все вот а зашел дальше и здесь он точно так же смотри айди здесь их данных и здесь нам нужно поставить праймерики вот и риш сайт праймерики все теперь исполнит знаете что мне кажется что пока студии то всех есть да миш давай такой момент сделаем сделаем вижу студии 2017 чтобы хотя бы руку набивали у кого не работает тебя студии стоит можно поступать и файл new project миш ты смотришь файл new project и тут он должен нам предложить выбрать database project он видишь SQL сервер новый SQL сервер database project давай тогда пока через него давай назовем name как мы назвали форум до форум окей у кого пока база данных не работает давайте так это точно так же это в вижу студии есть встроенная база данных ты сделал и у кость делу пока так ладно файл new project файл new project и вот нажимаю скей сервера есть скей сервера есть пускается давайте подождем есть такое да и просто создать назовите ее там проект сделаешь там нажимаете ok все вот у вас появился вот такая что-то вроде это должно появиться знаете здесь что не там просто искать сервер вот смотри вещь это даже не вижу лав шарп это совершенно отдельная вкладка шарпать совершенно другие вещи у тебя есть кость такое но ты нашел сеской сервер знаете единственно что я теперь не знаю что теперь с этим делать файл наверное это а вон ты был о скрипт отлично но там build build ряда ты был не лучше просто смотреть тут запутаны конечно ты был как мы юзер вот на связи вся скрель появилась а вот то вот и скрип появился да можете теперь здесь писать уже даже айди видишь создал по умолчанию опять же запятая что у нас там было ферст нейм да not now да извиняюсь ферст нейм ворчар здесь что он по сказке похоже не дает до not вот и он сразу появился у нас такая табличка есть видите они пересекаются ну пока везде спешите у кого не работает ладно чтобы уж хотя бы привыкать синтаксиса я возвращаюсь назад так что мы делали скрипшн да какой у нас тип данных н ворчар да и ставим макс потому что можно написать сколько угодно да дальше какие у нас были свойства будь здоров да автор айди кто написал автор айди это у нас кто int или кто какой тип данных мы еще пока никак не назвали форум например int да разрешаем нал нет и теперь единственно нам нужно как-то связать наши таблицы верно а вот как тут связывается давайте правил вон отношения добавить чё к чему не раз так не делал знаешь что можно мне раз так не делал закрыть от ради отношения индексы и ключи а вот может быть индексы и индексы включать не то свойства не то нам нужно отношения сто процентов и в кей ты был один ты был один описание а вот наверно здесь нет не здесь вот нашел да сейчас еще раз объясняю нам автор айди у нас является шкем по правильным по правильным как это называется форинке к нашему пользователю к данному айди да поэтому нам нужно связь указать важный момент я часто на собеседованиях спрашиваю можно берез без вторичных ключей можно это рационально можно но как только мы устанавливаем связь помните у нас традиционная база данных основана на отношениях поэтому если мы сейчас установим связь между автором айди форма и нашим юзером то если я захочу удалить пользователя мне не даст база данных удалить пользователя так как у нас есть отношения и у нас у нашей базы данных в таблице форум уже записано что такой пользователь является автором поэтому нам форинке вот эти отношения вторичные ключи нужны для целостности данных чтобы мы не могли каким-то случайным образом удалить запись понятно то есть чтобы нам осуществить эту запись на данный момент мы просто сказали что автор айди в этом атрибуте будет значение какого-то автора который мы написали и мы можем спокойно автор удалить и здесь эта запись останется и потом когда мы пытаемся сделать выборку например имя автора вот этого айди она этого блога у нас просто будет ошибка что автора тоже нету а используя связь мы себя обезопасиваем да без от случайного удаления какой-то записи с этим вопросов нету да поэтому нам теперь нужно установить отношения отношения что я там делал а вот спискается таблиц да нам нужно назвать во первых наше отношение как-то то есть это называется сейчас теме мы связи мы должны дать этому этой связи какое-то имя это не обязательно но на данный момент через дизайнера он наш нас просит это сделать обычно вторичные ключи называются через эфке и нижней подчеркивания таким образом мы знаем что название данной связи относится к вторичному ключу да то есть эфкей и можно назвать форум форма автор да и теперь он нам предлагает выбрать таблицу первичного ключа первичный таблица первичный включает какая юзер да и таблица таблица внешне включает а вот эта таблица тут нам нужно выбрать его атрибут давайте еще раз отмена нажму и сохрани нашу таблицу до нажму сохранить он меня спрашивает имя таблицы да мы называем форум чтобы было понятно все и теперь я опять делаю то же самое и в кей форум ими связи форум автор таблица первичного ключа users мы выбираем атрибут айди таблица внешне выключает и есть форум верно айди автор айди да все верно спасибо нажимаем ok закрыть и она же там по-моему добавилась нет здесь уже все добавлены видишь это если я еще одну хочу связь вот она я уже назвал форум автор да я вот сюда нажимаю чтобы проверить юзер айди форум автор айди все верно мое отношение осталось установлено потом привернем сейчас будем создавать следующую таблицу и создадим письменно я же покажу как это делать письменно что у нас еще было дата создания до крейдейт какой тип данных дэй тайм у нас есть дэйт а есть дэйт тайм да какие еще больше какие атрибуты добавлять можно точно так же сделать актуальный или нет наш форум вдруг его кто-то решил удалить да а мы его сохраним для история чтобы потом какие-то отчеты снимать можем создать это имя атрибута из актив например какой тип данных будет бит все верно решить значение нал нет и вот видите опять же я про значение по по умолчанию говорил до дефолт один верно бы так как мы сейчас работаем через дизайнер у нас есть свойства столбца вот оно значение по умолчанию я ставлю один все не значение по умолчанию то какое будет значение identity это айди инкремент один два три четыре пять а значение по умолчанию это то значение которое будет самого начала с того момент как мы создаем новую запись да и так как мы работаем в дизайнере у нас уже все создано да нам таблицу как выполнять никакие команды не надо нужно просто нажать кнопку сохранить так либо включен параметры запретить 5 по-английски сейчас тут есть такое ограничение которое запрещает мне изменение вносить да и он по умолчанию включен если я табличку создал заполнен нажал сохранить он не потом уже больше не дает изменять ее для того что коде сейчас узнаем тоже не помню создать скрипт сменим сервис выбрать можно так счастье сохранил оконтись английская а у тебя но у тебя не работает коль у тебя английская у меня непонятно то есть такая табличка не это просто успешно он сейчас минуски на русском все перемешано а вот и был чем час то сменю клик опшенс ну давайте тогда перерыв а я пока отключу толстые копшенс клик дизайнерс ага опшенс дизайнерс а где опшенс он дальше идет сервис если дальше он параметры где блин все по-русски конструкторы что ли вон запретить вот эта галка да ее нужно снять еще нажимаю ok и теперь без проблем могу свою таблицу должен сохранить да все теперь у меня сохраняется без проблем до юзерс мы создавали вручную форум вот теперь давайте мы будем создавать уже следующую таблицу какой например комментарии да как мы это будем делать да как мы будем создавать правой кнопкой на базу данных создать запрос у меня уже здесь он выделен как форум видите да что я работаю теперь в базе данных форум здесь уже естественно мне юз мою базу данных не надо писать потому что я уже в ней нахожусь и давайте тогда да create table назовем ее как мы назовем comments да для комментариев и давайте заполнять ее да айди до пинт что у нас будет айдэнтити да все хватит у нас будет праймерики но мы это установим попозже нет не подсказывает данном случае не подсказывает да дальше как комментарии что у нас есть сам комментарий но текст например да текст комментария на текст какой тип данных да 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 комментарии добывают длинными но я тебе ответ хочу в комментарии написать такой да да ты как создатель это ограничил меня 140 снимал ну ладно придется несколько комментариев тебе написать дальше что у нас что у нас дальше создать создание да да ведь тебя надо это мы тоже мы возьмем квадратные да и там и мы для текста забыли поставить not now и теперь уже пошли связи устанавливать кто у нас написал это верно можно писать либо автор либо автор айдиными по наименове наименованием кому как удобно я пишу автор айди автор айди у нас инк да смотрим нашу связь с той таблицы вспоминаем у нас там было int поставим not now дальше у нас есть отношение к нашему форуму верно опять же int опять же not now и что у нас было еще вспоминайте а ссылка на родителя parent id на самого себя не на самого себя на родителя комментарий на который ты отмечаю отвечаешь точно так же int точно так же not да да извиняюсь тут нал может быть да и вот теперь давайте дальше заполнять до хороший тон если вы создаете как они называются constraints дебилу вот видите у каждой табличке есть ограничение тогда когда мы в дизайнере создавали вторичный ключ он нас просил имя fk нижние подчеркивание да это называется ограничение хороший тон создания базы данных это когда мы создаем ограничение не вот просто пишем primary да можем вот так вот сделать и вот здесь написать как и какой у нас будет первичный ключ да а можем написать constraint constraint дать ему имя пикей до comment id и уже primary key id после того как мы выполним после того как мы пропишем constraint дадим ему имя у нас вот это вот папочки ограничения появится именно как раз эта запись который будет ссылаться и мы потом быстро сможем идентифицировать сколько всего их как какой называется чтобы было нам удобнее работать в будущем точно так же мы создаем вторичный ключ до пишем constraint только уже не пики да и в кей все верно и в кей нажмем так подождите вот здесь вот давайте переменуем не коммента де коммент назовем лаки да constraint и в кей к чему мы теперь будем к автору и в кей назовем ее коммент автор да ну да нет это не так по моему запас сдается сейчас уже никак про мир кирпишем референс из и какой таблицы мы это как у нас таблица называется юзерс айди чем у нас юзерс ругается ссылается на недопустимой дебе о дебе его . так что ссылается на недопустимой в кейка constraint а я забыл да вот так вот форенки вот так вот да что он мне опять ругается уже в первом случае не должен ругается не подчеркивается у кого еще подчеркивается не допустимой таблицы не 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 должно быть такого автора иди референс из таблица с айди здесь я предлагаю ее выполнить может быть она все-таки выполнится она выполнится она просто это тупила да просто выполнить она чисто да да просто полностью выполняем давайте теперь проверим таблицы обновить вот у нас комикс создалась давайте ограничение проверим где наше ограничение у тебя есть одно ограничение а ключи а вот собраться сдалась на но самое главное что ключи создались возможно они попозже потом подтянутся после индексации вот теперь данной команды вот это вот можно писать вот так вот правильно реки айди давайте пока без этого ключи мы будем убирать в принципе можно вот так вот писать это тоже нормально и тогда у нас папочки ключи вот видите мы создали кстати как мы их называли вот они как мы их называли на эфке и коммент автор коммент автор вот вот он да то что мы как раз называли все нормально все работает в ограничениях они потом появятся все нормально но видите да мы создали пике комент ки вот он пике комент ки эфке и коммент автор эфке и коммент автор чего мы забыли сделать ключ добавить да мы забыли подвязать форма де а еще что мы забыли мы еще сама на себя забыли сделать да поэтому у нас есть возможность изменять таблицы если мы что-то не доделали мы можем написать команду на обновление таблицы как это делается это делается alter table alter понятно как переводится alter переводится как изменить вдруг кто-то не верит я не верю ой а у меня интернет нет кто меня отключил ну ладно раз меня выбросили поверьте нас ладно чем альтер alter alter переводится как изменить внеси изменения тут прям так идет внеси изменения в тейбл который мы называем и назвали как комент да эд и вот это просто можно скопировать скопируем потом отредактируем добавить ключ только естественно нас уже форма де да и ссылка референс из понятно как переводится референс переводится как ссылаться ссылаемся на что на табличку форум и опять же айди форма праймерики он айди поэтому ссылаемся айди с наш формате ссылается попробуем запустить успешно только мы ему никак не дали но он автоматически подтянул создал имя видишь ему сам придумал мы могли бы ему дать имя вот таким вот образом через constrain да через ограничение если мы не даем если мы это опускаем то он сам выдумывает в принципе fk точно также лишь комикс форум похоже на то что мы давали только еще какие-то значения придал вот и что мы еще забыли сделать установить форенки на самого себя комикс да только здесь же нам нужен parent айди референс из сам себе комикс айди все выполнение выполнено успешно еще раз давайте обновим вот он наш ключ появился комик на парен в принципе мы уже завершили такую основную архитектуру нашей базу данных у нас есть три таблицы одна таблица хранит наших пользователей одна таблица хранит наши записи форума а 3 таблица хранит комментарии каждому каждой записи форма в данный момент мы чем занимались как каким типом данных каким типом команд помним езди делу есть дмл да мы занимались да где делом да сейчас мы переходим к дмл где где дело это создать изменить удалить и все по моему не помню 4 должно быть создать удалить изменить не помню еще одно трансы транкейт транкейт по-моему да транкейт вот а теперь дмл это когда мы уже manipulations приводится да как мы когда мы производим какие-то манипуляции что в это входит да мы же как-то должны вносить данные в нашу таблицу да insert должны как-то извлекать select да должны потом изменять наши записи сейчас мы использовали alter для изменения самой таблицы а мы хотим поменять какие-то записи это апдейт delete delete запись да это вот как раз и есть дмл давайте сейчас этим начнем заниматься откроем новую страничку проблема либо кнопка создать запрос либо control n либо правой кнопкой на форум и создать запрос три варианта выбирай любой который захочется и давайте начнем заполнять нашу базу данных предположим да откроем диаграмму наших юзеров давайте начнем с юзеров столбцы то есть вот у нас есть id email first name last name телефон пароль и флаг актуальный пользователь или нет ну что начнем давайте insert а что мы сейчас открыли новое? новое окно просто для написания нашего кода открыла открыла? да можешь продолжать писать в этом может есть проблем только единственно нужно будет выделять там и изменять да insert понятно как приводится insert вставить да into в в в вставить в мы дальше указываем название нашей таблицы users into это что? into в вставить в пользователей здесь мы перечисляем наши таблички email запятая first name запятая last name запятая а помнишь мы его поставили автокинкремент он у нас теперь сам будет заполняться last name и нам даже из актив не нужно заполнять потому что он автоматически помнишь мы на него дефолт поставили и у него будет всегда по единице по умолчанию last name так что он не ругается и все так и куда мы теперь это сохранили вопрос в нашу табличку да нашу табличку пояса где это значение лежит давайте еще попробуем заполнить какого-нибудь человека там example 2 петр да нужно выполнить иванов да номер еще какой-нибудь у него сделаем пароль у него один один валис а какая шип горит а что там дальше говорит понял и по сути у нас теперь в нашей базе данных лежит две записи да единственный вопрос как мы теперь их будем брать ну а как я теперь узнаю какие записи лежат у меня базе данных что может она у нас все запущено а так узнаешь рассказывал да ну ладно чтобы прочитать записи из нашей таблицы если здесь мы использовали insert команду insert да вставить то теперь нам нужно использовать команду select выбрать select и такой момент если мы хотим выбрать только какие-то определенные столбцы да мы например хотим выбрать только в email first name мы должны указать что мы хотим выбрать если мы хотим выбрать все вообще все столбцы из нашей таблицы я просто ставлю звездочку сейчас мы хотим посмотреть вообще все записи и дальше я иду select звездочка from users и все то есть этой команды я ее выделяю и запускаю и все смотрите у меня снизу появились наши результаты они там теперь сохранены они безопасно лежат можно компьютер выключать включать там я не закидать не надо вот и они там будут лежать если включить режим шифрования они там вообще будут зашифрованными лежать что объяснить мы сейчас только что внесли две записи в нашу базу данных используя команду insert и используя команду select мы их уже обратно прочитали и теперь вспоминаем предпоследнее занятие по си шарпу link помните что такое да там link да link нам помогал работать с коллекциями то есть по сути наша табличка это тоже коллекция записей да и мы хотим узнать например наших пользователей которых зовут Иван наши пользователи которые например зарегистрированы в почтов почтовике например gmail только да чтобы посмотреть как мы это будем делать у нас опять же есть такие команды как в очень похоже единственно сейчас данных нету я для вас подготовил базу данных с которой мы будем работать да давайте раскроем таблицы смотрите сколько у нас всего это магазин это насколько я понимаю интернет-магазин ну да это таблички интернет-магазина что мы можем сделать мы можем написать новый запрос видите я выбрал базу данных нашу да теперь я все действия у меня происходит здесь я могу писать select все из и например я хочу посмотреть дим customer да customer переводится как клиент давайте посмотрим всех наших клиентов вот у меня даже подсказка даже вылезла customer да нажимаем выполнить смотрите он мне выдает всех клиентов из этих баз данных смотрите как таблица построена customer key да понятно что это ID верно он уникальный дальше его география что такое его география скорее всего это какая-то ссылка вторичный ключ на что можно поискать dim geography видите скорее всего это ссылка сюда какой-то альтернативный ключ титула нету имя среднее имя последнее имя фамилия дата рождения статус пол email адрес да сколько зарабатывает год и теперь мы этими данными можем оперировать это реальные данные мне кажется это выдуманное да да давайте посмотрим например сделаем вытащим всех у меня почему-то не создается запрос да email там не брает так что что не создает запрос не удалось создать дескриптер окна для области разберемся ладно и теперь мы можем фильтровать мы можем теперь работать с нашими данными как мы хотим мы можем строить разные виды что мы хотим давайте например пусть и посмотрим кто у нас в этой таблице кастомеров которых зовут джон сколько их да можем посмотреть сделать select звездочка из dim customer понятно да что мы выбираем дальше пишем что в да first name равно джон да сейчас прибавлю вот я вижу первый запись джона у меня может быть базе еще другие джоны лежат да я хочу всех найти я просто выполняю смотрите сколько у меня джонов 1 2 3 вон сколько 44 у меня джона да 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 он видит двумерной таблицы выдает мне как мы создавали наш таблицы писали атрибут 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 и теперь он ее просто начинает заполнять сам да она уже заполнена мы ее не будем заполнять на следующем занятии мы будем конечно тренироваться вносить данные но большой объем данных мы замучаемся вносить вот для этого разработаны такие вот тестовые базы данных на которых можно учиться делать запросы давайте что еще посмотрим которые родились можно только я сейчас возможно энд да период энд дата рождения то есть мы выбираем всех джонов где имя джон и дата рождения битвин понятно как переводится между между битвин от и до битвин как мы в английском пишем даты год год месяц год да да базе уже написано единственный по месяцу пока не помню как можно по году по году и месяцу например да вот нас есть 71 да да может не будем пока по дате да давайте например а муж они все мужчины до м мэриет с сингл понятно да женаты женаты не знаю давайте всех джонов одиноких да равно с было сколько девятнадцать холостиков у нас джона да то есть понимаете как мы теперь можем с нашими данными работать основах на этих данных джон это middle name то есть когда у нас много данных то теперь уже возникает профессии как как она называется дата майнер как я вам рассказывал нет ну в общем есть такая профессия которая называется дата майнера да это человек который напрямую работает с машинным обучением да то есть представляете у меня есть база данных огромная база данных по сдаче жилья в аренду тот же самый циан например или авито верно у них же там миллиар миллионы записи да и это дата майнер примерно используя какие-то такие запросы он обучает нейронную сеть вносит им например с комплекс карминовые ты им вот этот миллион записей основываясь вот на каких-то таких вот в да и потом эта нейронная сеть уже настолько обучена именно благодаря этим данным именно благодаря этим человеком из того что сделал правильные выборки отправлен что например вы потом можете вносить свою квартиру на авито и она уже вам предлагает цену за вас основываясь на улице количество квартир количество комнат удаленность от центра удаленность от метро то есть у меня есть миллион квартир уже с такими данными да и средней ценой и потом когда вы вносите новую запись уже вот благодаря этому человеку который занимается анализом данных вот как мы сейчас в принципе делаем уже может посоветовать вам цену вот но это наживаю называть машин ленинг до обучением и на самом деле ничего сложного там нет это можно просто разобраться с машиной как какая-то нейронная сеть который ты начинаешь обучать вот вот скармин вот таких вот данных вот что еще а ну да машина да что мы еще можем сделать ну у нас middle name это свое отчество а в английском принципе middle name тоже что-то такое дальше что у нас есть еще можем посмотреть да вот у нас есть потому что я сам еще не сильно вот можно посмотреть образование у нашего человека да давайте посмотрим сколько у нас джонов которые сингл у которых только которых только high school да давайте посмотрим and high school понятно что это только одиннадцатого класса школы примерно да and english education равно high school давайте берем джона да посмотрим вообще сколько у нас да а нет давайте например посмотрим сколько у нас мужчин в а джендер равно м понятно м мэйл да который одинок и который только одиннадцати классы школы посмотрим как у нее жизнь складывается ох нас таких восемьсот тринадцать человек из давайте посмотрим из да до из 18 тысяч четырехсот человек потому мужчины и женщины у нас восемьсот вот таких вот понимаете как теперь мы можем мы можем делать разные аналитики мы можем делать отчеты а тут есть такой где-то толчил гранда and total children не равно но сушь нас таких 2300 человек одинокие мужчины но что видим помолвить а ну да да с это просто может быть когда-то они были женаты может быть и да в общем вот такая вот статистику теперь можете дома давайте знаете что сегодня среда вида время здесь давайте дома вы в нашей базе данных который называется форум по заполняете наших пользователей используя insert и по заполняйте формы и комментарии да то есть 5-10 записи чтобы хотя бы потренироваться как это пишется через insert и да и дома можете вот поиграться вот с такими вот селектами и посмотреть что вам интересно и заходя из этой таблицы со следующим занятием уже другим начнем немножко вещами заниматься мы уже обновлениями будем уже соединениями разных табличек потому что видите у меня каст марки джо графики это какой-то ключ да да но сразу же у нашего географии на самом деле название есть да только эту связь идет то есть кто у нас до них кто зашел джо графики от скорее всего лежит у нас в где он с джо графе вот на джо графе да с автралии канада дата джо графики вот 103 вот 644 вот она соотношение да но как я посмотрю всех джонов которые их адрес да то есть это мы тоже будем изучать как это делать можно сделать не свет звездочка select . честный да видите он есть перевернул только именно то есть понятно теперь что такое звездочка звездочка это все столбцы если я хочу сузить свой выбор я уже звездочку убираю и пишут название тел 100 тех столбцов глаз первые 100 записей так силе а 2p первый свой записи навернул вот вот здесь вот так как я убрал у меня до этого была звездочка помните да я убрал звездочку и поставил first name last name то есть до этого мне через звездочку возвращал все столбцы со значениями теперь у меня возвращает только имя и фамилия но согласно вот этому выбору который я ему захотел который я указал вот в принципе такой 15-минутное знакомство как работать с базами данных как норм то есть потом понимаете insert и буду будет делать кто наше приложение да мы пишем наш код на сей шарпе наш код сей шарп уже делает insert за нас и он же делает select за нас и возвращает данные в нашей модели в наши классы то есть мы наш класс описываем делаем запросом соединяем соединяется наш класс еще описывать табличку вот он соединяется делает insert сам бизнес потом делает апдейт сам бизнес по нашей же команде естественно но каждому программисту это обязательно знать в любой момент может случиться что-то когда вам нужно быстренько поменять данные быстро какую-то выборку сделать какой-то отчет предоставить например точно так же к вам прибежали вдруг какое-то руководство ли кто-то да мне нужно знать там когда там сколько было совершено заказов там за последние два дня там 2015 года но тут так не работает вы поэтому просто пишите select и и уже то что вам нужно такие программистам пробегает такие программисты говорит что нужно